Всем привет! Это МашНьюз и с вами по-прежнему я Андрей. В прошлом видео мы с вами посмотрели на самые большие корабли в мире. И я пообещал сделать подборку по самым большим военным кораблям. Погнали! Собрать самые большие военные корабли оказалось непростой задачей. Я попытался разобраться в различных классах, типах кораблей и выбил следующий топ. Авианосцы, фрегаты, крейсеры, эсминцы и универсальные десантные корабли. Погнали! Если вы эксперт в судостроении, прошу не обижайтесь. Мы собрали самые большие военные корабли. Соответственно, это не обязательно самые лучшие или самые эффективные или самые мощные военные корабли. Это действительно самые большие военные корабли. А их размер мы определяли по водоизмещению. Теперь, когда расставили все точки над «и», самое время начать с самого большого фрегата. Вообще, класса «фрегат», например, в советском флоте, не существовало от слова «совсем», так как корабли классифицировались по назначению, а не по размеру. Но данному классу соответствовали сторожевые корабли, они же патрульные, корабли противолодочной обороны и другие. Но в последнее время все чаще начинают использовать термин «фрегат». По нашему исследованию, на данный момент к самым большим фрегатам можно отнести фрегаты проекта 1155.1 типа «Адмирал Чабаненко». Кстати, код НАТО «Удалой-2». Это проект советских и российских многоцелевых фрегатов первого ранга с управляемым ракетным вооружением дальней морской и океанской зоны. Водоизмещение при полной загрузке 8320 тонн. Найбольшая длина 163 метра, а ширина 19 метров. Дальше на очереди корабли типа «Эсминец». С этим зверем нам пришлось серьезно повозиться. Дело в том, что разные страны определяют по-разному эти корабли. Так, например, корабли Японии по проекту «Хюга» являются вертолетоносцами. Но по англоязычной классификации их относят к «Эсминцам» вертолетоносцам. Давайте разбираться вместе. «Хюга» попал в наш рейтинг больших военных кораблей не случайно, ведь его полное водоизмещение 18 тысяч тонн, длина 197 метров и ширина 33 метра. Возможность одновременного подъема и принятия нескольких вертолетов. Наличие командного пункта, управление воздушным движением, ближней зоны дают широкие возможности базирования и применения авиации. Полетная палуба в стандартных условиях предусматривает одновременную парковку 4 единиц вертолетов, но при этом максимальное количество перевозимых вертолетов до 11 единиц. А теперь информация для тех, кто все-таки относит «Хюга» исключительно к вертолетоносцам. Для вас, друзья, на месте «Хюга» будет южнокорейский, самый настоящий эсминец, «Король Сэджон Великий». Его полное водоизмещение составляет 11 тысяч тонн, длина 165,9 метров, а ширина 21 метр. На данный момент кораблей типа «Король Сэджон» у Южнокорей целых два, и третий в процессе сборки. С крейсерами ситуация оказалась намного прозаичней. Самым большим крейсером оказался отечественный тяжелый атомный ракетный крейсер «Петр Великий» проекта 1144 «Орлана». Его полное водоизмещение 25 тысяч 800 тонн, длина 250 метров, максимальная ширина 28,5 метров, экипаж 760 человек. Этот крейсер, по сути, вооруженная до зубов плавучая крепость, способная бороться с любым противником. Сейчас вы можете увидеть на экране список вооружений. Именно крейсеры типа «Орлан» первым получат перспективные гиперзвуковые ракеты «Циркон», которые, как утверждается, не способны перехватить ни одна система ПВО. А вы знали, что у десантных кораблей большое множество? От вертолета-носцев до катеров, перебрасывающих личный состав. Так вот, чтобы не вводить вас в заблуждение, мы выбрали вполне конкретную категорию. Универсальные десантные корабли. Самый большой универсальный десантный корабль типа «Америка» USS Tripoli. Водоизмещение 45 700 тонн. В длину корабль 257 метров, а ширина его составляет 32 метра. В состав экипажа входит более 1000 человек. На борту могут разместиться больше 1500 десантников. На данный момент у США два корабля типа «Америка». Планируется ввести до 11 кораблей данного типа. Интересно, зачем? Обязательно пиши свое мнение в комментариях. Ну и, наконец, лидеры сегодняшнего обзора. Как вы уже догадались, относятся к авианосцам, а именно к классу «Нимец». Они предназначены для действия в составе авианосных ударных групп и поражения крупных надводных целей, обеспечения противовоздушной обороны военно-морских соединений, а также для проведения военно-воздушных операций. Их максимальное водоизмещение до 106 тысяч тонн. Длина 333 метра с шириной полетной палубы 78,4 метра. Кстати, авианосцы этого типа развивают скорость 30 узлов, приблизительно 56 километров в час. Авиакрыло палубного базирования, а по простому количество самолетов на борту 66 единиц. Команда состоит из экипажа 3200 человек и 2480 человек личного состава авиакрыла. Стоимость такой военной игрушечки 4,5 миллиарда долларов. Срок эксплуатации более 50 лет. Время работы реактора без замены активной зоны около 25 лет. Содержание каждого авианосца обходится примерно в 160 миллионов долларов в год. Ты только представь, на эти деньги можно запустить 4,5 ракеты «Союз-2.1Б». Кстати, информацию нам предоставил главкосмос пусковые услуги. На этом наш обзор подходит к концу. Напоминаю, что данные видео созданы при поддержке Кингисепского машиностроительного завода, а также портала машnews.ru. Не забывайте подписываться на канал, ставить, конечно же, лайки, писать комментарии. А я с вами прощаюсь. С вами был Андрей, машnews. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok